Ситуация, которая сегодня развернулась вокруг Пинденькани-центра, такая, что единственная цель, которую я вижу, что преследуют многие люди уже на протяжении многих лет, это развалить, завалить работу отделения конного спорта детской спортивной школы. Если не будет этого отделения, никто не будет мешать определенному кругу людей заняться тем, чтобы просто приватизировать эту базу. Потому что не может сегодня тот же олимпийский чемпион Пагановский, который в свое время вырос на этой базе, заработал себе на ней славу, так сказать. Определенные люди ему помогали в этом, для того, чтобы достичь этой цели. Сегодня там такая ситуация, что в школе осталось рабочих лошадей, на которых можно посадить детей и тренироваться. Это четыре лошади, из которых одна уже хромая. Я понимаю, что не может сегодня Пинденькани-центр обойтись без спортсменов, точно так же, как и спортсмены не могут обойтись без лошадей, которые выращиваются на Пинденькани-центре. Хотя эти лошади сегодня не конкурентно способны, скажем, как спортивные лошади, но на них можно проводить тренировочный процесс. На них можно сажать детей, обучать первым азам езды и только после этого уже думать о том, где взять для них хороших лошадей. Но сегодня даже этого не ведется. Значит, мы в прошлом году и позапрошлом году выделяли определенное количество денег для того, чтобы закрыть полностью спортивный сезон участием во всех соревнованиях. Проводили сборы, приобретали, ну пусть какой-никакой, но спортинвентарь и амунирование, и амуницию для спортсменов-конников. Значит, на сегодняшний день, в принципе, директор, который временно исполняет обязанности, он прислушивался к нашему мнению, что все-таки надо этих лошадей, которые у них там еще остались, выращиваются, где-то раздать по группам, для того, чтобы могли их тренера там объездить и потом напосадить на них детей. Потому что, ну не может сегодня 40 человек детей заниматься на четырех лошадях, они просто физически не выдержат. А тот же Пагановский, который сегодня работает и в Пивденьконе-центре, и в детской спортивной школе, еще под собой имеет определенное количество лошадей частных, он на все находит время, и еще находит время бегать по кабинетам в руководство, рассказывать, кто он есть на самом деле. Не может, у человека физически не должно на все это хватить времени. Как должна реально вот разрулиться эта ситуация, вот как вы считаете? Ну, надо же ее разрулить, она же не может так долго быть бесконечна. Какие должны, какой выход? Разрулиться она должна только так. Значит, Пивденьконе-центр должен выращивать лошадей, этих лошадей объезжать и передавать детской спортивной группе, для того, чтобы дети могли тренироваться на этих лошадях. Значит, у них есть молодняк. Я понимаю, что этот молодняк сегодня нельзя отдать в учебную группу, этих лошадей кто-то должен обучить. Но есть же ситуация такая, что закрепите, понимаете? Я понимаю, да, им надо сегодня как-то жить, продавать лошадей. Но опять же, лошадь, которая объезженная, обученная, она дороже стоит. Если лошадь еще выступает на соревнованиях и занимает какие-то места на том же чемпионате Украины, она еще дороже стоит. А если она просто как лошадь, то это мясо. Ее продают как живое мясо, а не как спортивную лошадь. Я понимаю, что Кони-центру надо сегодня как-то выживать, они занимаются продажей лошадей. Но вы сегодня закрепите за тренером три лошади и объясните ему, что две это тебе для работы обучай, а третью обучай тоже. Но это мы ее продадим. И на эти деньги будем содержать те, которые остались. И каждый год можно так пополнять поголовье для учебно-спортивных групп. Но никто это не хочет слушать. Все сегодня говорят, вот нет лошадей, нам не дают денег, вот вы нам дайте денег на то, чтобы мы кормили лошадей. Извините, у меня нету таких расходов. Я же не прихожу к руководству к Кони-центру и не прошу, дайте мне денег на то, чтобы мы вывезли спортсменов на соревнования. Нет, этого нет. Этот Кони-центр и вообще школа в свое время, когда существовало с Дюшор, сегодня у нас только отделение осталось в комплексной школе, а раньше было с Дюшор. Она работала как один единый организм. А сегодня каждый сам себе хозяин, все каждый преследует свою цель. Эту ситуацию надо разваливать. Ну, насколько я знаю, сегодня уже там поданы документы на нового руководителя этого предприятия. Дай Бог, чтобы мы нашли с ним общий язык. И мы сегодня должны быть друг с другом заинтересованы. Как спортсмены в Пивдень-пионе-центре, так и в Пивдень-пионе-центре должны быть заинтересованы спортсменами. Продолжение следует...